То, что мобилизация может быть объявлена, для этого существует достаточно большая вероятность, учитывая, что все скрытые резервы, которые были у Кремля, они так или иначе задействованы. Уже сейчас происходит призыв в военкоматы военных пенсионеров, людей, которые раньше отслужили по контракту, то есть подтягивают резервистов, поскольку добровольного желания идти на эту войну среди россиян у большинства россиян нет. Оно и понятно, одно дело это некое убеждение, что можно прийти на такую войну, где ты можешь убивать, а тебя не убьют, но даже в обход официальной российской пропаганде через сарафанное радио военных, их родственников, все равно распространяются данные о реальных потерях. На текущий момент безвозвратные и возвратные потери российской армии в связи с вторжением в Украину составляют около 100 тысяч человек, и это шило уже в мешке не утаишь. И абсолютно так же и общество российское, оно не готово идти на какую-то непонятную войну с непонятными бандеровцами, они даже слово «деноцификация» в большинстве своем выговорить не могут. И вся их патриотическая сущность заключается в том, что они могут поддерживать завывание Соловьева, Скобеевой, Симоньян по телевизору, но идти сами в военкоматы, для того чтобы где-то впоследствии умереть и быть закопанным, в лучшем случае, в украинском черноземье, конечно же, такого желания у большинства нет. Те, кто хотели пойти, они уже так или иначе принимают участие в боевых действиях. Остальные этого не хотят, и в случае, если действительно будет объявлена мобилизация, я думаю, что, во-первых, она будет объявлена не повсеместно по стране, а только в некоторых регионах. Возможно, это будут регионы, граничащие с Украиной, Белгородской, Ростовской области. То есть такие небогатые депрессивные регионы, где можно поманить деньгами на контракт, завербовать там какое-то количество людей. Тем более, что мы видим и нынешний состав военнослужащих российских. Это в основном с окраин, это да, с меньшинства. То есть жителей столицы Москвы, Санкт-Петербурга, крупных городов в числе, их мы не видим. Поэтому, как Путин обычно делает, это, возможно, будут какие-то половинчатые меры. И они прекрасно понимают, я имею в виду российская власть, что если объявить широкомасштабную мобилизацию, это может повлечь определенный социальный взрыв за собой.